Меня зовут Алла Далит, я психолог, а также я тренер, я автор, автор тренингов, автор нескольких книг. Большую часть своей профессиональной жизни я работаю с клиентами и еще большая часть моей профессиональной жизни это преподавание, я готовлю психологов-консультантов, на сегодня это институт, международный институт транзактного анализа развивающегося, развивающего, вот это направление, которое может быть кому-то знакомо, кому-то нет, но вот в рамках психологии, может быть, вы знакомы по книгам Эрика Берна, игры в которые играют люди, ну, в общем-то, направление выросшее из психоанализа, поэтому, ну, такое классическое больше направление в современном варианте. Вот, я работаю руководителем программы подготовки, выращиваю психологов, с клиентами я работаю, ну, вот я сейчас скажу страшную цифру, с 1989 года, я психолог. Я давно уже перешла в онлайн не целиком, я очень люблю личную работу, вот, но у меня уже достаточно большой опыт работы онлайн, поэтому сильно перемены в моей жизни не произошло, а навыки вот сейчас очень понадобились, потому что мы сейчас все с вами переходим вот в такой формат, вот, и сейчас очень много работы, и иногда с удивлением обнаруживаю, что я хочу есть или спать, вот, потому что, видимо, я тоже начала себя воспринимать уже в таком оцифрованном варианте. Что я хотела, чтобы мы сегодня с вами осветили? Я бы хотела, чтобы это было в такой форме не очень такой учебной, да, потому что мы и так можем быть сейчас очень перегружены разными, там, советами, рекомендациями и прочим-прочим. Я бы хотела, чтобы мы подумали о нескольких процессах, которые, может быть, остаются такими, ну, чуть скрытыми во всей этой истории. Поэтому ваши вопросы, которые хотелось бы, чтобы вы писали в чате, если они будут пролистываться, у нас модератор будет возвращать их интересные вопросы, вот, я оставлю время в конце. А тема, с которой я живу в профессиональной жизни практически всю жизнь, да, потому что невозможно менять жизнь человека, помогать ему менять свою жизнь, не затрагивая тему родителей, правда? Мы все родом из детства, и, конечно, взрослые клиенты, у меня в основном взрослые люди, клиенты, это люди, которые в своей этой работе психологической вынуждены так или иначе искать причины своих проблем. И, конечно, основные причины мы находим там, где все это формировалось, да. Все формировалось довольно рано. Вот в транзактном анализе, представителем которого я являюсь, я сертифицированный Европой психотерапевт модальности транзактного анализа, в России я еще кандидат наук и доцент, вот, есть такое понятие сценария жизни, того плана жизненного, который мы пишем очень рано, у нас на бессознательном уровне, и пишется он лет где-то до пяти, а потом мы живем по этому плану. Вы можете много почитать об этом в литературе по транзактному анализу, несложно забить в Google, вот, очень интересная тема, затрагивающая, ну, может быть, один из самых таких важных аспектов, как, в общем-то, наша жизнь, насколько она зависит от нас, насколько не от нас, там, про карму, судьбу и так далее, и так далее, только с такой вот более-менее научной точки зрения, потому что психология, ну, такая наука, такая специфическая, я бы сказала. Так вот, так как наш сценарий написан уже давно, то понятно, что родители занимают в нем, ну, такое важное место. И когда клиенты приходят с тем, чтобы разрешить свои проблемы, мы начинаем поднимать через какое-то время этот материал. Я работаю в основном с долгосрочной программой, ну, в долгосрочной работе такой, то есть по изменению сценария. Редко мои клиенты ограничиваются, там, небольшим количеством сессий, просто по разрешению проблем, конечно, такие тоже есть. Вот, и не задавайте мне профессиональные вопросы, пожалуйста. Вот, я хочу сегодня для аудитории, не психологической, поговорить, и я приглашаю тех психологов, которые сегодня здесь, так очень личностно для себя эту тему, потому что у нас у всех есть родители, побудьте сегодня здесь не психологами, а живыми людьми. Вот, я бы хотела, что я устала обучать, поэтому это не сюда. Так вот, мы поднимаем эту тему, и тут происходят разные процессы. Эти процессы выглядят так, как мы подняли бы материалы дела для того, чтобы, в общем, рассмотреть, насколько обвиняемы, а обвиняемы в данном случае это мы сами, вот, это наш внутренний ребенок, насколько он действительно виноват в том, что произошло или не виноват, и тут мы обнаруживаем, что очень много зависело от родителей, и тогда они становятся теми персонажами, которыми нам есть предъявить какие претензии. Вот, и это проблема, потому что чувства начинают подниматься, и нам очень хочется высказать их нашим родителям. Но проблема в том, что, вернее, не проблема, а ситуация заключается в том, что вот эти внешние родители, это уже другие люди. Ну, кроме того, что они постарели, возможно, они помудрели, возможно, нет, но, в общем-то, они изменились, время прошло, и так часто ведь бывает, когда мы начинаем родителям говорить о чем-то из нашего детства или там вспоминать, они могут удивленно открывать глаза и говорить, такого вообще не было, да, я помню, как моя мама, у нас была очень шумная семья такая итальянская, армянская семья, мама армянка у меня, вот, папа был глух на одно ухо, но это была версия официальная, а потом оказалось, что нет, просто он, видимо, устал слушать маму, вот, ну, в общем, говорили все громко. Я помню, как уже так вот очень во взрослом возрасте я об этом сказала, мама была искренне удивлена и даже несколько обижена, вот. Это выглядело смешно, потому что, на самом деле, это была абсолютная правда, у нас действительно все говорили очень громко, практически кричали, ну, так безломно, так по-итальянски, вот. Поэтому вот эти родители, реальные наши родители, которые у нас есть, да, сейчас, это другие люди, чем те, которые были в детстве. Проблема в том, что наши детские обиды и вот этот наш счет, и это наше понимание и знание, даже если мы его в психотерапии не поднимали, не анализировали, не прорабатывали, они все равно лежат внутри нас неким грузом, грузом этих вытесненных чувств, которые сейчас могут очень подняться. Вы знаете, когда я даю сейчас некоторым своим клиентам разрешение признаться в том, что они рады, что им не нужно ездить к родителям, они выдыхают спокойно, потому что это не очень красиво выглядит, согласитесь, да, это, ну, так, ну, некрасиво это действительно, это выглядит так очень остро, да, и трудность заключается в том, чтобы признать в себе эти чувства, потому что многие из нас могут оказаться в очень острой сейчас конфликтной ситуации внутренней, что мы, с одной стороны, очень за них переживаем, а с другой стороны, вся наша история отношений с этими родителями, да, она сейчас, вот, как бы не может не быть, ну, не может быть незамечена, у нас могли накопиться к ним претензии, счета, так бессознательно, да. В силу своей работы я, конечно, чаще имею дело с родителями, которые плохо справлялись со своей ролью, то есть, ну, с такими не очень хорошими родителями, да, и я понимаю, какой может быть конфликт сильный, потому что, с одной стороны, у тебя появилось легальное право, в общем, не видеться с мамой, которая, может быть, тебе уже вот здесь, да, но и радоваться этому, это будет выглядеть некрасиво, это будет осуждаться другим родителям, социальным обществом, да, ты такой нехороший, ты сейчас должен позаботиться, и вообще, в принципе, вся история ведь с пандемией, она ведь про то еще, чтобы сохранить, да, тех, кто уязвимы, в частности, наших родителей, мы как бы сейчас приносим некую такую жертву тем, что ограничиваем себя для того, чтобы сохранить их. Для некоторых этот счет может быть невыносимым, для некоторых это может быть такой волной внутреннего гнева, что, может быть, вы всю жизнь и так служили вашим родителям, а теперь вам нужно еще что-то сделать для них. Конечно, есть те, для кого появилась возможность позаботиться о родителях, потому что поколение родителей, которые вот сейчас на грани этого возраста, вот от 65 и старше, да, это люди особых поколений, это люди, которые не боятся кризисов, это люди, которые не боятся голода, они не боятся смерти, они не боятся трудностей, каких-то сложностей, они боятся только одного, они боятся быть ненужными. И когда они слушают и читают о том, что эта ситуация ставит их под угрозу, они могут чувствовать себя ненужными этому миру, так как если бы, ну вот, сам мир, сама жизнь как будто хочет немного от них избавиться, как будто они больше не нужны. Все это на самом деле имеет большую предысторию. Современная цивилизация последние лет, ну, как минимум 70-100, относится к пожилым людям как к некоему балласту. Мы перестали пользоваться их мудростью, их знаниями, может быть, в силу того, что они действительно не накопили этой мудрости и знаний, или они сами ее потеряли. То есть нам как бы эти родители перестали быть нужны как источник того, чем они должны являться. Потому что у нас у всех есть своя функциональность, да. Я часто говорю очень циничную вещь, я говорю, что родители – это, в общем-то, функция. Это функция, которая должна этого ребенка, которого она пригласила в этот свет, родила, благодаря тому, что ей даны такие возможности. Я сейчас говорю об обоих родителях. Они обязаны выполнить свою функцию в том, чтобы обучить этих детей жизни и отпустить их. То есть дать им необходимые навыки, дать им возможность обрести очень много разных умений. Умений, которые помогут им жить в этом мире, быть сильными взрослыми и справляться. Вот эту функцию родители должны были выполнить. Тогда спрашивается, зачем нужны пожилые люди, да, вот зачем нужны старики. Человечество задумано было так, что опыт накапливался, и вот эта мудрость, которая должна приходить вместе со старостью, делает пожилых людей, стариков вот этим источником мудрости, которая нужна этим молодым поколениям. Для меня, например, было всегда очень важно, что мои дети и их друзья приходили ко мне за советом относительно того, в чем они абсолютно не должны были разбираться, например, в отношениях. Но я приходила к ним за советом, который связан, например, с овладением техникой, то, что у молодого поколения получается прекрасно. Но они в последнее время стали очень пусто. Умение, например, разбираться в интерфейсах, понимаете, не дает им возможности быть счастливым, потому что счастье – это то, что мы можем испытывать в хорошо гармонично построенных отношениях. А секреты этого – это мудрость, которой много лет, не один год. Поэтому вот эта мудрость – не то, как выжить техническим способом, не то, как адаптироваться через умение зарабатывать деньги, например, или еще как-то, вот это выживание. Здесь речь не о выживании. Если бы это было так, то мы, психологи, были бы совершенно не нужны. Но есть те процессы, которые не изменились за сотни тысяч лет. Мы так же устроены, как много лет назад. Наша психика работает по таким же законам. И нам так же, как людям 100, 200, 500 и 1000 лет назад, нужно знать что-то про то, как строить отношения с другими, как строить близость, что это такое счастье и так далее, и так далее. Так вот, пожилое поколение уже много десятков лет чувствует себя не очень востребованным, не очень нужным. И поэтому сейчас, когда это все еще обострено, они могут быть очень напряжены в этом месте. Поэтому что боятся пожилые родители? Они боятся только одного. Они боятся быть ненужными. Поэтому уговаривать родителей остаться дома для того, чтобы они позаботились о себе, в общем-то, это так себе идея. А, как я уже сказала, это поколение, которое не очень боится ни болезни, ни трудностей, ни голода и так далее, и так далее. Этим всем их не испугать. Что же делать? Ну, во-первых, надо им дать почувствовать. Ну, и мы сейчас говорим не о ситуации, когда нужно отомстить родителям, понимаете, а о ситуации, когда нужно пережить это время. Нам нужно пережить это время, даже если вы очень гневаетесь на своих родителей, и даже если вы чувствуете вот эти запрещенные чувства, да, некой радости от того, что вам не нужно с ними связываться сейчас, и так далее, и так далее, вам придется сделать еще некоторое усилие для себя и отложить эти разборки внутренние на время после того, как все это закончится. И сохранить наших родителей для нас – это вопрос того, что мы можем сделать так, так, чтобы эта совесть наша была чиста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»